Всем доброе утро! Мы продолжаем наши новогодние каникулы в Абхазии. Вчера мы переехали с Гагар в Новый Афон. На улице раннее утро. Мы выехали из Нового Афона. Едем в сторону Сухума. И из Сухума нам еще потом предстоит в сторону грузинской границы проехать порядка 40 километров. От Нового Афона до Сухума совсем недалеко, порядка 20 километров. Но дорога лежит через перевал. Предстоит поездка по серпантину. Поэтому не так быстро, как кажется, можно добраться отсюда. На улице плюс 10. Сегодня небольшая дымка в районе Нового Афона. Так же, как и в Гаграх, горит лес. И вот не совсем понятно, это дымка из-за погоды или из-за того, что горит лес. Сегодня обещали до плюс 15. А это значит, что будет опять тепло. Вот если видите на видео на горе, гарь такая, дым столбом стоит. Это горят леса. Горят они тут повсеместно. Видимо, жаркая зима в этом году. И вот с левой стороны тоже дым стоит. Это тоже горят леса. Такой серпантинчик в гору идет на объездную дорогу. Раньше в Бородатые годы дорога шла по низу вдоль моря. И осложнялся она тем, что от Нового Афона до Сухома один за одним идут небольшие поселки. И, соответственно, дорога эта сейчас тоже существует. Но там ехать очень медленно из-за того, что ты все время едешь из поселка в поселок. Поэтому новая дорога в этом плане быстрее. Но необходимо преодолеть перевал. Значит, по поводу взламывания BlaBlaCar. То есть, что делают мошенники? Взламывают ваш аккаунт, создают одно или несколько фейковых поездок. Потом, когда люди начинают писать... А, меняют пароль аккаунта. Когда люди начинают писать по поездке, они просят предоплату. Соответственно, предоплату уходит мошенникам. А виноватым в том, что поездка не состоялась. И пользователи думают, что вы создали поездку и их обманули. Думаю, что сегодня получится большой выпуск. И придется его поделить на две части. Потому что мне хочется рассказать немножко про Абхазию. И про особенности здесь жизни. Первое, о чем хочу сказать, это хамство на дорогах. То есть, здесь нарушают правила все. Частенько ездят на красный свет. Очень сильно притормаживают на лежачих полицейских. Вплоть до создания аварийной ситуации. Поэтому будьте аккуратнее. Если видите лежачих полицейских, надо практически остановиться перед ним. Потому что его проезжают на скорости 3-5 км в час. Не быстрее. Я даже попал в одно место в пробке. На 5 минут мы стояли в пробке. Из-за того, что все переезжали. Очень медленно лежачие полицейские. Нарушают повсеместно. То есть, сплошная, не сплошная. Обгон, встречка. То есть, как бы такие достаточно серьезные нарушения. Вот, поэтому будьте аккуратны. Смотрите. Могут обгонять и справа, и слева. То есть, как бы в этом плане здесь правила дорожного движения. Основное правило дорожного движения. Это ваша аккуратность. То есть, ехать медленно. Смотреть по сторонам. И смотреть, кто куда едет. Тем не менее, достаточно много гаишников, постов. Стоят, меряют скорость на камеру. Камеры особо я здесь не наблюдал. Ну и, в принципе, с российскими номерами вряд ли штрафы придут. А вот засады с видеокамерами на постах могут за всякую ерунду, за какую-то начинать нам разговоры взятки. С другой стороны, если попались, имейте в виду, что вероятность того, что вы, так скажем, предложите мирно решить конфликт, она очень, как бы, большая. Что конфликт решится мирно. Посты ДПС, значит, их достаточно много. Начиная с Гагар, перед въездом в Гагар после границы. И до конца Абхазии, так скажем, да. До конца Сургумского шоссе в Абхазии, наверное, порядка 6-7 постов ДПС. То, что касается так называемого гостеприимства, в Абхазии это очень распространено. Если вы с местными начнете разговаривать, будете проходить мимо, либо спрашивать что-то у них, то готовьтесь к тому, что вам будут прилагать чачу, вино, все наливать бесплатно, угощать, звать к столу и так далее. То есть здесь, как бы, это входит в национальные особенности Абхазии. Также, если хотите купить какие-то натуральные продукты, сыр, копченое мясо, вино, чачу, то лучше это не покупать у дороги. Во-первых, ценник будет дорогой. Во-вторых, качество может сильно страдать. А лучше обращаться прямо в дворы. То есть приезжаете в небольшую деревушку, видите местных, спрашиваете, кто здесь что продает. И тогда по нормальной цене вы сможете все, что хотите, купить у любых количеств. Здесь сильно обманывают ценами. Вот мы хотели купить мандарины, приехали на рынок в Пицунду. И, значит, ну, вообще, как бы, ценник 25-30 сейчас, да, то есть, так скажем, высокий сезон мандаринов. Но на трассах умудряются продавать и по 50, и, наверное, даже по 100 рублей, я думаю, они предлагали. В частности, апельсины мы купили по 50 рублей килограмм, а рядом продавали по 150. Поэтому с ценами, как бы, здесь смотрят в первую очередь на той машине, на которой вы ездите, на вашу одежку, и рисуют цену с потолка. А мы уже едем на спуск с перевала, подъезжаем к Сухуму. Большая речка у места. Очень здесь красивый мост. Красивое ущелье. И осталось уже порядка 4 километров до Сухума. То, что касается цен на еду, если брать рестораны и кафе, то ценник здесь примерно такой же, как в сочинских кафе, может быть, чуть-чуть пониже. То есть, если кафе крутое, то будет достаточно крутой ценник, поэтому за копейки в Абхазии уже не покушаешь. То есть, здесь, как бы, начали считать деньги, и ценник достаточно вырос. То есть, столовой на двоих где-то выходит от 500 до 700 рублей пообедать. То есть, это первое, второе, и компот, или чай. В кафе Норице, вот, например, у нас на двоих вышло 1300 рублей. Вчера мы ужинали в кафе. То есть, это, сразу говорю, без алкоголя, без напитков, то есть, только еда. А у нас вышло 1000 рублей. Как и на многих курортах здесь любят приписывать, кто 10, кто 15 процентов к счету. Поэтому, если у вас бюджет ограничен, обязательно уточняйте, окончательная ли цена в меню, или к этому еще прибавит какой-то процент официально. Значит, то, что касается заправок. Есть заправки Роснефти. Значит, одна находится в Сухуме. Вторая находится при въезде после границы. И третья, точно помню, между Питсундой и Гагрой. Возможно, где-то еще есть, но я забыл. Две газовые заправки. Одна на въезде в Сухум. Вторая рядом с Гудаутой находится. Их всего две. И в основном здесь заправляют именно баллоны для газа. Тем временем мы въехали в город. И наша первая остановка в городе будет, мы будем завтракать. Сейчас я вам покажу закусочную. Называется она А-Бургер. Которая по типу фастфуда, Макдональдс, Бургер Кинг. Что-то вот типа этого. Кстати, забыл еще сказать. Здесь везде приставка А. То есть А-Мобайл, А-Бургер, А-Билет. Что мы еще видели? Ну, то есть многие слова начинаются с приставки А. Название компаний. То есть название всяких кафе. Все идет на букву А. С 11 часов работает ресторан ГУС травопослужения. Вот тебе и сюрприз. С 10 работают. Да тоже с 10. Вот и позавтракали. То есть это, кстати, тоже такая достаточно большая проблема. Столовые работают до 5-6 вечера. Только кафе работают допоздна. И утром иногда сложно найти что-то до 10 утра, где можно позавтракать. Ну, тогда мы продолжим свое движение в сторону заброшенных городов. И сейчас я вам... И первая остановка у нас будет в заброшенном санатории Гульрипш. И здесь же еще есть дворец князя Смецкого. Насколько я понимаю, это все там заброшено и заросшее. То есть задача наша сейчас туда приехать, поснимать немножко на коптеры, сделать красивые снимки, осмотреться. И там мы, наверное, тогда позавтракаем что-то из своих запасов. В Сухуми, кстати, троеходят троллейбусы, такие оранжевые троллейбусы. Это единственный город в Абхазии, где есть электротранспорт. В Абхазии, из России можно добраться на двух видах транспорта. Это электричка и поезд. Поезд Москва-Сухум. И электричка, насколько я знаю, раньше тоже ходила до Сухума. Единственное, я не могу вспомнить сейчас, либо Сочи, либо Садлера. По-моему, Садлера. Для пересечения границы необязательно загранпаспорт, достаточно российского паспорта. Въехать на территорию Абхазии можно до 30 дней. Но это не точно. Сейчас мы проезжаем с левой стороны в ботанический сад городской. В Сухуми что еще можно посетить, кроме ботанического сада? Это обязательно обезьянник. Здесь он тоже недалеко на горе. Обязательно к посещению центральная часть города и набережная. И вообще центральная часть города очень красивая. Мы сейчас подъезжаем к центру города. Чуть на набережную не доедем. Один квартал. Сейчас утра. Машин не так уж много. Людей на улице вообще практически нет. Тишина и спокойствие. Прямо набережная Матхаджиров. Если я не ошибся. Так у нас не главное, да, дорога? А мы едем налево на выезд из Сухума. В Абхазии до сих пор много мест напоминают о войне 90-х годов с Грузией. В самом Сухуме очень много заброшенных и разрушенных зданий. Можно жить в современной гостинице и из окна видеть разбитое здание. Кстати, в Сухуме осталось здание парламента, которое полностью разбито, находится в самом-самом центре города. Его оставили, не реставрировали, как напоминание о той войне. Очень много заброшенных домов по всей Абхазии, которые взросли полностью зеленью, разрушены частично или полностью. И вот сегодня мы едем в один из таких городов, шахтерских городах, которые были заброшены именно в результате войны 90-х годов.